ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На окраине Алматы эвакуировали жители. Их дом дал крен на 32 сантиметра. Теперь здание оцеплено спасателями и полицейскими. Люди пытаются прорвать кордон, чтобы забрать свои вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как провести время с девушкой, не нарушая шариат? Новый восточный тренд в Кыргызстане. Жена на несколько дней. Познакомились 27 марта. В тот же день провели обряд нефе. А 31-го он сказал, что у него заболела мама, и ему надо уезжать в Аравию. И больше я о нём не слышала. Десятки европейских городов оказались под водой. В Германии наводнения привели к жертвам. Люди не смогли спастись, потому что не успели выйти из своих домов. В результате поисков выяснилось, что они уже погибли. Умиротворение. Благодать. Молитвенное шествие в день защиты детей. Поднимет ли крестный ход успеваемость российских школьников? Разве без бога может что-то быть хорошее? Пожизненные сроки заключения получили лидеры запрещенной в Таджикистане партии «Исламского возрождения». Им предъявлены обвинения в терроризме, экстремизме и попытке государственного переворота. Ещё 11 членов партии получили от 2 до 28 лет лишения свободы. Верховный суд Таджикистана провёл процесс закрытым. Он проходил в обстановке строжайших мер безопасности. Все подсудимые были задержаны в сентябре прошлого года, сразу же после завершения операции против вооружённой группировки бывшего заместителя Минобороны Таджикистана, генерала Абдухалима Назарзуды, обвинённого в попытке военного мятежа. Тогда же Верховный суд Таджикистана признал данную партию террористической и экстремистской, запретив её деятельность на территории республики. Правозащитные организации обвиняют власти Таджикистана в том, что они ведут жестокую расправу над оппозицией. Власти Таджикистана на мировом уровне представили эту партию как террористическую. И, соответственно, в настоящее время в Таджикистане политической подоплёке стоят выше ценностей прав человека. Поэтому суд вынес в отношении обвиняемых жестокий приговор. Казахстанские правозащитники заявляют о начале репрессий в отношении гражданских активистов, выступавших против аренды земли иностранцами. Напомним, что в нескольких городах Казахстана прошли массовые акции протеста, в результате которых были арестованы десятки людей. В данный момент 9 активистов проходят по уголовным делам, по которым им предъявлены обвинения в призывах к захвату власти. Теперь им грозят длительные сроки заключения. В частности, речь идёт о Максе Букаеве и Талгате Аяне, активистам, задержанным в западно-казахстанском городе Атырау. У нас на связи главный редактор газеты «Трибуна» и правозащитник Жанбулат Мамай. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, Жанбулат. Какие конкретно обвинения предъявлены Букаеву и Аяну? Сейчас с ними криминируют то, что они проводили митинг 24 апреля, затем то, что они через социальные сети якобы распространяли клеветнические материалы о том, что казахская земля будет продаваться иностранцам, а также то, что они якобы ездили по регионам. Буквально вот так голословно пишут, что они готовили посредством социальных сетей и подстрекали людей к массовым беспорядкам и захвату власти. Все, скорее всего, идет к тому, что в Казахстане состоится еще один очередной политический суд. Прогнозы достаточно пессимистичные, и мы боимся, что действительно они получат реальные сроки за то, что выходили на эти митинги, за то, что протестовали против аренды земли иностранцам. Как вы оцениваете действия властей? Сам президент говорил о том, что он будет наказывать очень жестко, жестоко, он сказал, наказывать тех, кто хочет принести якобы украинские события в Казахстан. И вот такая вот ситуация у нас сейчас складывается. Очень жестко они действуют, применяют физическую силу, разгоняют не только здесь в Атрау, но и в Алматы. Власть сейчас задалась целью вообще уничтожить протестный потенциал, чтобы не было в будущем никаких протестов, чтобы, возможно, в транзитный период не было никакого проявления недовольства. И поэтому сейчас идет просто тотальное уничтожение гражданского общества, закатывание в асфальт всех ростков гражданского движения. У нас такое ощущение, что действительно 37-й год вновь возвращается и повторяется в Атрау. Спасибо, Жамбулат. В Алмате ночью со среды на четверг были эвакуированы жители одного из многоквартирных домов. Он дал крен на 32 сантиметра. Как выяснилось, жилой дом был недавно сдан в эксплуатацию, но не выдержал испытания непогоды. Из-за продолжительных ливней его подвал наполнился водой, и перегородки деформировались. МЧС приняло решение об эвакуации почти 200 жильцов. Их временно разместили в гостиницах, но не дали даже забрать свои вещи. В результате люди утром попытались прорвать кордон полицейских. На руке! На руке! На руке! Тихо, все стоят! У нас есть левхолодильники, там есть питание, продукты наши, но они тоже не разрешают прорвать. Потому что, говорит, свет есть, свет мы не отключаем, питание не пропадет. Там невозможно, там матрасы воняют, постели воняют. Наши постели хотя бы нам разрешат. Или нас размещают в другой дом, пусть нам дадут квартиру в другую. Новостройка была сдана в эксплуатацию в декабре 2014 года и заселена очередниками госпрограммы «Доступное жилье». Генеральный подрядчик не признает, что дом построен некачественно и говорит о необходимости официальной экспертизы. Дальнейшую судьбу постройки его жильцов на днях определит решение комиссии. В Кыргызстане появился новый вид услуг – «Нике на одну ночь». В интернете несколько дней назад были опубликованы видео и аудиозаписи, где иностранный гражданин якобы пытается договориться о временной жене для своего друга. Джебек Бегалиева выясняла детали. Женой на несколько дней, сама того не зная, стала Айнура. Девушку год назад свели с молодым арабом. Религиозный обряд бракосочетания провели неизвестные ей священники. «Мы жили в Бишкеке на советской Фрунзек, познакомились 27 марта. В тот же день провели обряд Нике. А 31-го он сказал, что у него заболела мама и ему надо уезжать в Аравию. И больше я о нем не слышала». С тех пор девушка дежурит у квартиры тех людей, что свели ее с Хамудом. Кроме имени и его возраста, о бывшем муже она ничего не знает. Но друзья Хамуда говорят, что ждать его не надо. Своей кыргызской жене он якобы дал развод по телефону. «Они говорили, что он купит мне дом в Кыргызстане, машину. Я сказала, что не могу выйти замуж без разрешения родителей. Но они уговорили меня, чтобы я сказала им позже». Нике на несколько дней явление в Кыргызстане нераспространенное, вернее, даже единичное. Несколько дней назад в сети появилось аудио. В разговоре предположительно участвуют глава благотворительного фонда Табарак Абдуллаф Алик Джабир и неизвестная женщина. На смешанном кыргызском и арабском языках двое договариваются о Нике на одну ночь. Цена вопроса – 200 долларов. Нике? На один день Нике? Сколько денег дадут? 200 долларов. На этом же сайте размещено видео, где тот же Абдуллаф Алик заснят вместе с неизвестной девушкой. Подлинность обоих файлов гражданин Кувейта подтверждает. Вот только в разговоре по его словам речь шла совсем не о временном Нике. Она сама задавала вопросы. Я не понимал многие кыргызские слова. Я сам не говорил, что мне нужна девушка. Это она спросила. Это все сделали люди, которые хотят устроить нам проблемы. А вот девушка на видео, по словам Фалеха, его вторая жена. Их у него официально две. Поэтому, уверяет иностранец, ни он, ни его друзья во временных супругах не нуждаются. На самом деле, это моя жена. Есть договор, подтверждающий, что у нас было Нике. Можете в Казыяте спросить. Казыят — это территориальное подразделение Муфтията. Чтобы проверить, действительно ли такие справки выдаются, идем туда. Секретарь Казы подтверждает. Девушка на видео — вторая жена Абдуллы Фалеха. Вчера они приходили. Шесть месяцев назад араб по имени Хамут сделал им Нике. Это подтвердил свидетель Анас. В Муфтиате разъяснили, если позволяет материальное положение, можно иметь и четыре жены. Но Нике на одну ночь религиозные служители не одобряют. Мы не можем отследить все, что в республике происходит. Возможно, таким образом они ищут пути и лазейки, чтобы совершить дурное деяние и как бы не нагрешить. Но Нике на одну ночь — это неправильно. Был ли на самом деле факт попытки проведения Нике на одну ночь, проверят правоохранительные органы. Видео и аудио с участием Абдуллы Фалеха сейчас изучают сотрудники отдела общественной нравственности и борьбы с торговлей людьми. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Лишкек. Кыргызстан. Директору Хованского кладбища Юрию Чабуеву и его соучредителю общественной организации «Здоровая нация» Александру Бочарникову предъявлены обвинения в организации убийства. По версии следствия, поводом для конфликта стало желание Чабуева взять под свой контроль работавших на кладбище нелегальных мигрантов. Для этого организаторы, как полагают следователи, привлекли большую группу молодых людей из организации «Здоровая нация». Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла 14 мая. Тогда были убиты 3 человека. Все они уроженцы Таджикистана. Еще более 30 человек, в том числе 23 таджикских гражданина, получили ранения. В соответствии с российским законодательством, в случае обращения в больницу, пациент должен предоставить документы. Но большое количество мигрантов не имеет необходимых официальных разрешений на трудовую деятельность в России. Поэтому они предпочитают лечиться в домашних условиях. Одна пуля попала мне в упор, она проникла до кости. Еще одна пуля только поцарапала живот. Так как я убегал, третья пуля попала в палец. Я в аптеке купил мазь и сам лечусь. Если бы я обратился к врачам и там выяснилось, что у меня нет документов, то меня, скорее всего, выдворили бы из России. Во время перестрелки в меня попала пуля. Нам помогали наши земляки. Нас после перестрелки отвезли в Подольск. Купили нам лекарства и наш знакомый врач нас лечил. В моего брата попали три пули. Он позвонил мне и рассказал, что его ранили. Я приехал туда и оказался в передних рядах этого побоища. Я тоже получил пулю, потерял сознание и очнулся уже в больнице. Мой брат сказал, что не придет лечиться в больницу, так как если нас депортируют или посадят обоих, то никому будет кормить семью. Далее в программе. Десятки европейских городов оказались под водой. В Германии наводнения привели к жертвам. Люди не смогли спастись, потому что не успели выйти из своих домов. В результате поисков выяснилось, что они уже погибли. Умиротворение. Благодать. Молитвенное шествие в день защиты детей. Поднимет ли крестный ход успеваемость российских школьников? Разве без Бога может что-то быть хорошее? Бундестаг принял решение признать геноцидом массовое убийство армян в Османской империи сто лет назад. Это решение сразу поставило под угрозу договоренности по поводу мигрантов с Ближнего Востока между Евросоюзом и Турцией. В Германии, которая является важным союзником Турции, парламент принял резолюцию российского армянского лобби. Это неправильное решение. В ответ Турция сегодня отозвала своего посла из Германии. Ранее Турция пригрозила Германию ухудшением отношений, если резолюция будет принята, поскольку не признает, что ее действия повлекли за собой геноцид. Четыре человека стали жертвами стихии в Германии. На юге страны из-за сильнейших дождей продолжаются наводнения. Десятки городов оказались затоплены. Сотрудники экстренных служб разбирают завалы на дорогах и пытаются наладить подачу электроэнергии. Пожарные откачивают воду с городских улиц. Некоторые районы оказались полностью отрезаны. Добраться до них можно только на лодках. В городе Симбах, неподалеку от границы с Австрией, три женщины даже не смогли выбраться из дома. Вода прибывала слишком быстро. Троих вечером обнаружили пожарные. Они были на первом этаже. Спасатели эвакуировали двух человек с верхнего и узнали, что внизу находятся еще трое. В результате поисков выяснилось, что они уже погибли. Уже несколько лет на задворках одного из спальных районов грузинской столицы в вагоне-контейнере ютится беженка из Абхазии. За время скитания она сменила немало адресов, но в итоге была вынуждена поселиться в пустом контейнере. Несмотря на то, что в Грузии продолжается процесс расселения беженцев из Абхазии и Южной Осетии, женщина признается, что потеряла надежду на переселение в нормальное жилье. Подробности в репортаже Звиадам Чедлишвили. В этом небольшом металлическом вагоне-контейнере, брошенном на окраине Тпилиси, беженка из Абхазии Лия Сонгуля проживает уже 4 года. Участок земли, на котором стоит железная коробка, принадлежит знакомому Лии. Он и позволил ей здесь поселиться, провел вагон электричества и оставил женщине своих собак, чтобы не было скучно, так как общаться здесь особо не с кем. По соседству только голданская тюрьма – самое большое исправительное учреждение в Грузии. Строгие караульные навышки через дорогу и несколько собак, которые безустанно снуют за Лии – вот и все живое окружение. Это место вот еле-еле, не знаю, вот так забило своими руками. Отсюда вода заходит, это хорошо закрывается, везде вот так течет все. Зимой это вообще сосульки были, когда мороз был, не знаю. Летом здесь очень жарко. Сколько раз у меня змеи были внутри, но я уже и к ним привыкла, не знаю, к змеям. Там, слава богу, они хоть не ядовитые какие-то эти змеи. В Абхазии, в прибрежном городе Гагра, у Лии осталась трехкомнатная квартира, куда после войны заселились чужие люди. Ее взрослый сын уехал в Германию в надежде устроиться там на работу, но, как признается женщина, пока безрезультатно. Не работает и сама Лия. Единственный доход – ежемесячное социальное пособие, которого, по словам Беженки, мало на что хватает. От голода спасает огород, разбитый тут же у контейнера. Уже несколько лет Лия ждет получения собственной квартиры в рамках государственной программы по расселению беженцев. Власти Грузии разработали специальную систему баллов, которые начисляются каждой семье по ряду критериев. В соответствии с их количеством формируется очередь на получение жилья. Преимущество отдается тем, у кого балл выше. У меня 8,5 баллов. Мне положено, но я не знаю, мне не дают, не звонят, ничего. Сказали, так, значит, если ты хочешь в ближайшее время получить жилплощадь, ты должна взять справку, что ты или сумасшедшая, или у тебя раковая какая-то опухоль, болезнь, извини меня. Я из себя инвалидку, я и так не очень здоровая, не собираюсь делать. Вот вам правда. Лия не исключает, что беженцы зачастую получают квартиры не по принципу системы баллов, а благодаря личному знакомству и родственным связям. С этим категорически не согласны в Министерстве по делам беженцев и вынужденно переселенных лиц оккупированных территорий Грузии. До того, как дать комментарий настоящему времени, глава департамента по вопросам беженцев Мурата Блотия ознакомился с делом Лии Сонгулия и сообщил, что она получит собственную квартиру, скорее всего, уже этой осенью. Чиновник подтвердил, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, получают жилье быстрее. Но диагноз врача должен быть подлинным. Это строго проверяется. Начиная с 2013 года, жильем были обеспечены более 5000 семей. Беженцы, желающие получить квартиру, должны внести соответствующую заявку. По сегодняшний день внесено около 30 тысяч заявлений. Люди получают квартиры в реабилитированных домах или же в новостройках по всей Грузии. Также в рамках программы по расселению мы помогаем беженцам, которые сами приобретают жилье в ипотеку. Мы оплачиваем часть его стоимости. Всего в этом году жилье получат около 2000 семей. Блотия рассказывает, что беженцы получают квартиры как в живых корпусах, которые строит для них государство, так и в домах, возводимых частными застройщиками. Как, например, в случае с живым комплексом, построенным недавно на берегу Тпилийского водохранилища. Власти, по словам чиновника, заключили со строительной компанией договор и по заниженной цене на выгодных для государства условиях выкупили здесь сразу несколько корпусов. Звятым Чедлишвили специально для настоящего времени Грузия Тпилиси. Жители Егорьевского района Подмосковья решили обратиться к американскому президенту. Они попросили, чтобы Барак Обама помог провести в их домах газ. Согласно отчетам российских чиновников, деревни и села страны газифицированы, а на самом деле газа как и не было, так и нет. Помощи, кроме как у США, просить, видимо, уже не у кого. Вадим Кондаков о том, как живут люди в 21 веке всего в 100 километрах от Москвы. Это Валерий Слесарев. Главный раздражитель местных чиновников. Давно и настойчиво требует газифицировать местные деревни, чтобы люди не мучились. Бабкам уже за 80 рубят себе дрова зимою, летом. Газопровод совсем рядом. Идет вдоль дороги, но в домах газа нет. Если остановиться и зайти в один из таких дворов, можно попасть в далекое и дремучее прошлое. Вот так баба Паня, как ее здесь зовут, колет себе по 3-4 полена в день. Ей 86. Она ветеран войны и труда. У нее есть старый покосившийся дом, коза и собаки. И нет ни родных, ни газа, ни сил поднять топор. И помощи от государства тоже нет. Обращаемся к президенту. Почему наши ветераны так мучают? Почему спасаем Украину, Сирию? Мы никому не нужны. Но президент он где-то там, занят важными делами. И про бабу Паню ничего не знает. Как не знают и местные власти, которым, очевидно, наплевать на своих стариков. Кто работает в администрации, вы снимаете? Снимайте, пожалуйста, снимайте. Кто же работает в администрации там? Куда сейчас просто не пойдешь так? Нет. Записываться надо? Такие домов нет, как вот она живет. Она заслуживает лучшей участи. Вот эти люди не должны нуждаться вообще ни в чем. По дороге в соседнее село Валерий с каким-то удивительным спокойствием рассказывает нам о своих сражениях с чиновниками. О том, что они проводят газ лишь на бумаге, что раздражаются от напоминаний о проблемах и о том, чем чревато это их раздражение. Зарвали, потом сожгли, потом пошли аресты. То есть прессуют вас? Ну вот, вот, вот. Мы ехали, а мимо нас проносились тяжелые грузовики с лесом, которого рубают вокруг для деревообрабатывающих предприятий. Но для местных дрова это непозволительная роскошь. Как мы вас ждали? Правды? Да. А что, дрова кончились? Дрова? О, дрова уже давно закончились. Попробуй эти дрова добудь тут, дрова эти. Дрова эти. Дрова эти. Машина, куб, полторы тысячи. На пенсию. Что там купишь-то? На восемь тысяч пенсию жительницы села Владычино можно купить около пяти кубометров дров. Этого хватит месяца на полтора. Но тогда придется забыть, например, про еду. А рубить лес самим нельзя. За это можно сесть в тюрьму. Запрещают даже собирать уже срубленные и гниющие деревья. Зимой должны были сжечь, но так и не сожгли. Вот мы все время ходим, выходим, любуемся на эти дрова. Мы взять не можем. А вот и она, заветная газовая труба. Небрежно зарыта на затворках села. Такая близкая и такая недоступная. Вот она, как раз эта линия. Все, что они тут переворошили. И вот туда пошло все. Устав от бесконечных обещаний и отписок, которых уже набралась целая папка, они решили просить помощи у президента США. Мы вынуждены, если нас не греет наш президент, то пускай нас греют другие президенты. Ну, пускай не Обама. Может быть, кто-то другой. Но нам поможет. Под письмом подписалось уже более 500 человек. И в американском посольстве пообещали передать обращение прямо в руки Обаме. Они говорят, без проблем, пожалуйста, приезжайте сюда, сюда, адрес дали. Все, говорит, дойдет лично добра к Обаме. До посольства Слесарев пока не доехал. Говорит, дали местным чиновникам последний шанс провести в дома газ. Вот только реакции по-прежнему никакой. Так что придется ему, видимо, все же ехать в Москву, чтобы искать помощи за рубежом. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. В Екатеринбурге школьники отправились на каникулы крестным ходом. В городе прошло молитвенное шествие в честь Международного дня защиты детей и окончания учебы. Как молитвы могут поднять успеваемость, выясняла Екатерина Пономарева. Екатеринбург – центр города. Больше тысячи человек идут крестным ходом. Дети поют молитвы, взрослые подхватывают. Так они отмечают Международный день защиты детей. В окончании учебного года еще просят благословения на каникулы. Мы все идем молиться о успешном окончании учебного года. И чтобы каникулы прошли хорошо и успешно, и чтобы нам было весело в каникулы и хорошо. Детский крестный ход организовала местная епархия. Точнее, ее отдел, что отвечает за церковно-приходские школы. С целью практического познания Бога. Городские чиновники инициативу одобрили. Чтобы у каждого было благополучие, чтобы здравие и спасение самое главное душевное. И мы детей к этому и каким-то академическим способом, уроками приучаем. Ну и, конечно, вот такое практическое действие. Это практическое познание Бога. Пожалуйста, молитесь с нами. Традиционно крестные ходы, шествия с хорубьами и молитвами православные устраивают в крупные церковные праздники. Но в последнее время это стало новым российским трендом. Шествия устраивают и в честь мирских событий. Вот День детей, например. А это шествие в Липецке против гриппа. Или в Подмосковье ходили с молитвами против интернета. В Петербурге каждый 1 января устраивают крестный ход православных трезвенников. А пообив в том году прошло и вовсе крестное плавание. Как думаете, крестные ходы помогают им в учебе? Конечно. Разве без Бога может что-то быть хорошее? Конечно, конечно. Детский крестный ход в Екатеринбурге закончился молитвом. После него батюшка благословил детей на каникулы. Такое умиротворение. Благодать. А что такое благодать? Ну, это когда, наверное, тебя сам Бог благословил и дал тебе какую-то силу духовную. В следующий раз ребята будут на ходу молиться о хороших отметках в канун 1 сентября. Во многих городах России крестный ход в честь Дня Знаний уже стал традицией. Екатерина Подмарева для Настоящего Времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте коррентайм.тв. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин